МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внутри каждой хлопушке есть волоски сенсорные. Если вы присмотритесь, то есть по три штучки на каждой лопасти. Вот тут видно тоже. Прям внутри. Надо, чтобы насекомое коснулось шипов на одной лопасти и на другой одновременно в течение 20 секунд. То есть надо, чтобы девочка кузнечиком провела по этим волоскам, тогда хлопушка сработает. Сможешь так сделать? И нужно будет пинцетик отпустить тогда, когда хлопушечка уже закроется. Хорошо? Держи крепко пинцет зажатый, вот здесь вот. Зажатый держи. Держи зажатый, крепко зажимайся. Да, да. И когда уже закроется хлопушка, тогда его отпустишь. Ух ты, отпускай. Ай, блин. Вот в эту, вот в эту. Оп. Малая. Такая настолько сжатая, сейчас покажу насколько. Вот как здесь, видите? Вот здесь очень сжатая, прям аж вакуум. Там сейчас идет процесс переваривания. Тем больше будет сжиматься хлопушка. Где-то примерно в течение получаса, вы можете подойти попозже, и она будет сжатая, как вот здесь вот, видите, так сильно сжатая. То есть он, то есть это долгий процесс? Ну да, где-то в течение получаса он будет сжатая. Ничего себе. Давай пинцет обратно. Купила специально в магазине банановых сверчков. А, не покупала. Именно для корма. Да нет, тоже. Животному. Нет. Можем тогда обручить. Такого трасси. Коман образователь, включаем тогда. Жидкость только в обои не пьет. Кого будете кормить? Всем видно? Маленьким тоже? Нет. Мне нет. Так видно? Да. Будет видно. Подходите ближе, дедки. Ближе, 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 ближе. Поинтересно. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Отдай сюда. Видели? Моментально. Хлопушка закрывается обычно со скоростью от 0,6 до 1,5 секунд. Понятно. Обычно она закрывается? Да. Ну сейчас у нас показательное кормление. А, все. Да. Хорошо, хорошо. Если хочет, то пусть покормит. Че я? Будешь дышать? Все равно надо, чтобы вы не живете. Держи хлебку. Крепко держишь. Держишь крепко? Нет, она уже поела. Она уже поела. Давайте вот в эту. Вот в эту? Да. Держи крепко. Сделайте кормус из москитной сетки, накройте, чтобы насекомые к нему не летели. И сами туда не кормите никого. И в течение около месяца, чтобы он никого не ел. Для них комфортно это каждые 3-4 недели по одному насекомому самые лучшие варианты. Они тогда хорошо растут. Всего лишь. Умеренно у них идет подкормка удобрения. И лучше всего тогда развиваются. Но минимум надо 3-4 штучки. В год тогда они выживут. То есть для выживания достаточно всего всего 4 насекомых. Комфортное питание. Это в год получается, да? Да, в год. Комфортное питание это вообще каждые 3-4 недели. Бесконечно может есть вообще каждый день, 5 штук в день. Это сорцене. Они могут наполнять себе кувшину доверху. Здесь можно в некоторые, вот я сейчас вам поверну. Вы будете их кормить? Нет, они едят не эффектно. Я не буду кормить. Я вам покажу, что там уже кувшин почти полностью набит насекомыми. А, да. А я не вижу. Они поднимутся. Сейчас я тебя приподниму. И они никогда не переедают. Вот они могут есть и 5 раз в день. Нет. А тут хищник высасывает постепенно жидкости. А остаются лодки оболочки, которые постепенно туда оседают, оседают и трамбуются вниз. Потом в конце сезона эти кувшины обычно мы срезаем. Для любопытства разрезаю кувшин вот так вот вдоль и смотрю, что там было съедено. А вот им только нет. То есть они сами питаются? Да. Внутри там волоски сенсорные. Он слышал? Нет, когда говорила. Там внутри, видишь, такие микро шипы. Прям внутри хлопушки. Видишь? Внутри шипы. Надо, чтобы насекомие откоснулось этих шипов. Прям внутри. Когда хлопушка закроется, тогда пинцетик отрискает. А сейчас держи крепко зажатый. Ух ты. Все? В порядок? Он падает в ловушку. Это мемо. Смотрите. Смотрите? Смотрите? Я принцетиком, чтобы вам было видно. Закрываю. Видишь? А можно мне? Видишь? А можно мне? Видишь? 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 Не вот на туловую. Надо было бы не жила. Это такая же липкая, как и россянка, просто россянка нам известная и мы видим у нее большие железы такие толстые и большие капельки росы на ней. У жирянки точно так же, все покрыто железами с капельками росы, просто они такие миниатюрные, что к ним нужно присматриваться. Но точно так же, здесь вот хорошо у розового, видно, что он такой весь переливается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok